4 июля в Кулунде стартует 41-я по счету Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. Чтобы попасть в финал, в течение полугода пришлось проходить отборочные этапы. В итоге в Кулунду съедутся полторы тысячи человек. Сегодня наш гость и заместитель министра спорта края Юрий Самсоненко. О предстоящем событии с ним как раз и поговорим. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Добрый день, Кирилл. Юрий Владимирович, насколько мне известно, вы участвовали в одной из, а может быть, в нескольких даже Олимпиад. Но вот что известно, что вам принадлежит рекорд по подтягиванию. Говорят, около 50 раз подтянулись. Сколько раз по факту вы подтянулись, мне интересно. И как долго продержался этот рекорд? Ну, это не рекорд, Кирилл. Это мой, наверное, рекорд. Я вообще восьмикратный чемпион Алтайского края по полиатурам. На секундочку, да. В летних и в зимних. Поэтому, да, подтягивался 52 раза. Но вот судьи почему-то мне постоянно засчитывали 49. Никак вот 50 не смог подтянуться. Поэтому это мой личный рекорд. Так как вот спортсмены старших возрастных групп, даже старше меня были, я в четвертой тогда выступал, подтягивались еще больше. То есть у нас были такие спортсмены с Рудинского района. Под 60 подтягивались. Ничего себе. А где и когда прошла первая Олимпиада? Первая прошла в 1977 году в Ключах. И вот оттуда идет вся история Олимпиад. Я думаю, что это был очень прекрасный, замечательный проект. Это не просто как бы, да. Ну, конечно, это праздник, это соревнования. Но еще создавалась спортивная инфраструктура. Из года в год, естественно, муниципалитеты менялись. Их не так уж и много. Если мне память не меняет, 28 муниципалитетов, в которых проводили зимние и летние Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. А кому идея-то принадлежит создать? Ну, наверное, это все равно идет снизу от спортсменов, которые хотели поучаствовать в этом мероприятии. Ну и, конечно, с поддержкой тогда комитета по физической культуре и спорту. Ну и идея, конечно, поддержка функционеров спортивных была в том плане, чтобы не только праздник, но еще раз повторюсь, чтобы создавать еще спортивные объекты, спортивные площадки, которые потом оставались в муниципалитетах и были задействованы на местах. А есть ли какой-то девиз у Олимпиады? Там, я не знаю, там, жаркие летние, там, твои... Быстрее, выше, сильнее. А он традиционно, вот этот, да? Ну, конечно, конечно. Извечный этот. Почему в этом году Олимпиада в Кулунде? Ну, у нас уже есть... Далековато все-таки. У нас есть график. Ну, в Кулунде уже проводилась Олимпиада, если мне память не знаю, в 2003 году. Так. То есть мы летние там уже проводили Олимпиаду. Опыт проведения есть, но понятно, что время много прошло. Те спортивные объекты, которые там на тот момент готовились, уже поизносились, а некоторые вообще пришли в негодность. Но проведение Олимпиады, здесь несколько факторов. Это, во-первых, заявка самого муниципалитета. То есть они должны нам заявочку дать и, значит, гарантировать качественную подготовку инфраструктуры и размещения питания спортсменов. Мы не можем привезти спортсменов туда, где, ну, условия, так скажем, не соответствуют. Хотя, понятно, полторы тысячи разместить в муниципальном образовании тоже сложно. Если зимой это поменьше, под 800, то здесь полторы тысячи. Муниципалитеты используют и школы общеобразовательные, и санатории, и лагеря. То есть где есть возможность размещать, естественно, муниципалитеты отрабатывают. А вот как раз у меня вопрос про инфраструктуру. Может быть, что-то построили, что-то сделали, что-то отремонтировали. Вот расскажите об этом. То есть если раньше только из краевого бюджета деньги выделялись, ну, естественно, и местный бюджет софинансирующую долю выделял, то сейчас очень здорово работает программа устойчивого развития сельских территорий. То есть три уровня бюджета. Давайте какие? Федеральный, естественно, бюджет. Это по программе устойчивого развития сельских территорий. Это наш КАИП, да, краевая адресоинансационная программа. И муниципальный. Ну, понятно, что муниципалитеты еще, так скажем, четвертый уровень бюджета подтягивает. Это внебюджетные средства, предприниматели, значит, бизнес. Меценаты, может быть, даже. И в чем здесь очень хорошая такая тема, что три уровня бюджетов, что муниципальный бюджет, допустим, мы проводили Олимпиаду в Завьялово, три уровня бюджета и местный бюджет всего лишь 460 тысяч вложил своих средств. То есть, в принципе, небольшие деньги для того, чтобы обновить и спортивную инфраструктуру. А весь бюджет в пределах где-то 12-13 миллионов, ну, с учетом торгов, понятно. Это идут на призы, на организацию, на питание? Это идут. Куда? Значит, ну, плюс к этим еще деньгам. Ну, вот да, вот зритель сейчас посмотрит, скажет, ничего себе сумма. Плюс к этим деньгам мы добавляем 3 миллиона на проживание, питание, призы. То есть, это отдельными деньгами, средствами. А вот те? Все идут именно на спортивную инфраструктуру. То есть, это строитель спортивных площадок, это легкопитические наливные дорожки. Вот то, что мы с вами видели в Поспелихе, то, что мы с вами сейчас увидим в Кулунде. То есть, качественные, хорошие беговые дорожки. То есть, хорошие серьезные суммы. Строятся баскетбольные площадки, волейбольные площадки, площадки для пляжного волейбола, для городошного спорта. Трибуны изготавливаются. Ну, то есть, полностью обновляется вот это спортивное ядро муниципального образования. Вот про саму начинку Олимпиады. Какие виды спорта, и, насколько мне известно, они меняются, там, да, год от года какие-то варьируются? Или там есть основные какие-то базисные, которые там будут, там, волейбол, там, баскетбол постоянно, а что-то добавляется, что-то убавляется? Ну, сильно они, Кирилл, они сильно не меняются. Понятно, что базовые виды спорта, они остаются традиционно. Футбол, баскетбол, волейбол, семьи, легкая атлетика, палеотлон. Для того, чтобы, да, есть планы, но, во-первых, мы советуемся с муниципалитетами. Мы хотели от них услышать инициативу, какой бы вид спорта они хотели включить в Олимпиаду. Мы обязательно после каждой Олимпиады собираемся, приглашаем желающих, обсуждаем. Те нюансы, которые были на Олимпиаде, и те предложения, которые они носят. Кулунда чего попросила? Кулунда по видам спорта ничего не просила. Ничего не просила? Ничего не просила. Вот смотрите, да, Юрий Владимирович, вот смотрите, на 40-й Олимпиаде, у меня есть такая информация, не было конного спорта. Говорят, пожалуй, главные фишки, главные болельщики, которые привлекают болельщиков. Будет ли в этом году конный спорт, спрашиваю? Нет, не будет, не будет. Почему? Почему? Да, конный спорт очень зрелищный. И когда проводили этот вид спорта именно в муниципалитете, в последнее время от этого отошли, потому что безопасность прежде всего. У нас бывало такое, что конь вылетал и чуть ли не на зрителей. То есть такие моменты происходили, и мы вывели последние годы на ипподром. Да, это не очень зрелищно, потому что туда не едут зрители. На ипподром на какой? На краевой, наш, Барнаульский. На Барнаульский. На Барнаульский, да. Так это же неудобно, там проводится Олимпиада, да, здесь... Ну, вы представляете, в поле сделали, значит, беговые вот эти дорожки для конного спорта. То есть там не ограждений. Зрители подходят очень близко. Конь несется с приличной скоростью. Моменты были, когда вот просто вылетали чуть ли не в толпу. То есть здесь довести до трагедии мы бы не хотели. Это первый аспект. Второй, это то, что... Понятно, что коневодство у нас развивалось очень здорово в советское время. Когда были колхозы, совхозы, конезаводы. Сейчас это дорогое удовольствие. Сейчас, ну, просто этих государственных предприятий практически нет. Только частные, да? Практически нет. Это частные предприятия. И у нас дошло до того, что буквально там две с половиной, потому что, ну, команда, она там полная должна быть. Три максимум в последнее время приезжали на эти соревнования. Ну, то есть собрать по 18-20 там команд, как раньше было, просто нет возможности. Три команды, то есть ты уже априори в призах. Да, да, да. Выставляя лошадь, она добежала все. У нас, получается, понятно, что Благовещенко может себе позволить. У них там, вот, у государственных есть предприятия, частники есть. Так вот, Юрий Владимирович, да, извините, что перебиваем. Мы окончательно отказываемся от конного спорта в Олимпиаде? Мы обсуждали эту тему. Мы и с Благовещенко, и с Андреем Тручем эту тему обсуждали. Понятно, что они хотели бы видеть, и мы бы хотели видеть, если будет представительство команд. Мы только за это. И когда мы обсуждаем новый вид, были предложения у нас и от Федерации гандбола вернуть. У нас, помните, гандбол был. Но опять же, у нас получалось, что 2-3-4 команды осталось, и никакого отбора нет. Этот вид не культивируется в муниципальных образованиях. Сложно им с футболом конкурировать, без уст, к примеру, да? У нас и баскетбол интересен. И когда у нас баскетболисты заявлены в баскетбол и играли в гандбол, и у нас получалось, что там баскетбол, а здесь и вот эти пересечения, конечно, они свою лепту внесли. И мы переговорили с президентом Федерации. Если Федерация отработает с нашей помощью, в муниципалитетах появятся команды, будет интерес, мы обсудим эту тему. Мы готовы практически любой вид спорта внести. Были предложения по дисциплинам легкой атлетики. Допустим, толкание, метание, толкание ядра, метание копья. У нас очень здорово это развивается в Усть-Пристани. А в других районах-то где? И когда представитель комитета Юрий Николаевич Уткин предложил эту тему, мы пообсуждали. Но опять же, чтобы это было массово, чтобы не получилось, что 2-3 спортсмена на Олимпиаде в финале участвуют, а где остальные? Кристанские между собой разыграли медали и так далее. Поэтому есть вопросы, мы их обсуждаем. Юрий Владимирович, вы уже сказали, по-моему, про Благовещенский район упомянули. Да. Было такое дело. Знаю, что он доминирует на Олимпиаде очень много, часто и очень много выигрывает медалей. С чем это связано? Почему именно так? И как его победить? Ну, победить, конечно, надо готовиться. Во-первых, конечно, это люди. Я вот назвал главу муниципального образования Андрея Артуровича. Ну, это действительно человек, который, наверное, ну, он вообще и начинал со спорта. Он с учителя физкультуры начинал. Представитель комитета был по спорту. Заместитель главы района по социальной политике тоже курировал спорт. И сейчас глава района. То есть этот человек знает, понимает, любит спорт. Естественно, он поддерживает. А когда есть поддержка руководства и тому спортивного сообщества, которое в муниципальном образовании находится, им проще работать. То есть хороший коллектив. Создается инфраструктура. А что делать районным карликом-то? Как вот быть-то? Как вот быть? Работать. Работать? Вот смотрите, по Благовещенке. Создается инфраструктура. Значит, подбираются люди, приглашаются тренеры, которым выделяется жилье. Ну, если другие районы смогут это делать, хотя есть районы, которые тот же Павловский пригласили. Ну, там федерация, конечно, помогла по тренеру по гребле. Но, тем не менее, там вид спорта развивается. Что карликом делать? Ну, знаете, я всегда привожу в пример. У нас есть и маленькие страны. Понятно, что по 14 видам спорта сложно, наверное, соревноваться. Конечно. Но, тем не менее, если взять какие-то отдельные виды, и ты в них будешь выступать, и твой район будет звучать, это уже хорошо. Мы с 2018 года вернулись, попробуем, вернулись к практике двух групп. Двух групп? Двух групп. Но это пошло, опять же, снизу. То есть, вот... А по какому принципу, подождите? То есть, здесь в одной группе более слабый, в другой более сильный? Нет, нет, нет. Ну, а как определить слабую сильность? Да, вот я тоже, да. Ну, определили, как и раньше было, свыше 20 тысяч населения, менее 20 тысяч населения. По численности. По численности, да. И это, опять же, инициатива пошла снизу, с территории степной зоны. И мы посмотрели, как бы, тот интерес, все равно мы боремся, да, все хотят победить. И интерес вот в этих маленьких районах стал более такой яркий и явный, потому что у них появилась возможность попасть в шестерку. Мы нагрязываем шесть там, шесть там команд. Цветочная церемония. Нет, кубками. А, кубками, кубками, да. Кубками, кубками. Поэтому, как бы, мы видим, сейчас вот немецкий район сейчас вот лидирует после зональных соревнований. Да, где-то они там были далековато, а сейчас они уже в лидерах. Завьяловский район также хорошо выступает, Михайловский район. Хотя раньше, когда были, награждали вот только, ну, по общему принципу всех, то им было сложно, понятно, конкурировать. Здесь, как бы, вот так вот принято решение. Я думаю, что попробуем еще, пока возражений нет. Хотя возражения от больших тоже поступали. Ну, зачем нам две группы, зачем, давайте одну. Ну, мы решили попробовать, поэкспериментировать. Но пока эксперимент. Пока оставляем его. Юрий Владимирович, пару минут буквально остается, очень быстро, очень коротко. Когда и где, ну, где понятно, в Кулунде официальное открытие Олимпиады сельских спортсменов? Во сколько? Когда? Чего смотрим-то? В пятницу. В 18.00 традиционно на стадионе в центре села будет открытие торжественное, как всегда, много народу. Около полутора тысяч спортсменов, представители, все в единой форме, под руководством глав муниципальных образований. Это действительно праздник. И хотелось бы, чтобы это был праздник не только, допустим, вот на этом пятаке или для спортсменов, чтобы это был праздник для всего района и для всего края. В пятницу это будет у нас 4 июля, да? Пятница это пятая. Пятница это пятая. Четвертого у нас открытие. Четвертый, да. Ну, начало соревнований. Начало соревнований, а в пятницу? Мандатная комиссия. На следующий день. Четверг у нас игровые виды спорта. И на следующий день у нас открытие. И после основной церемонии открытия награждение спортивных семей. Это тоже мы традиционно сделали. А закрываемся? Закрываемся в воскресенье в 14.30, как обычно. Тоже масштабно, тоже ярко. Ну, там уже поменьше будут народу. Все-таки здесь на открытии все делегации. Потому что по окончанию каких-то видов спорта уже делегация начинает потихоньку разъезжаться по своим территориям. Очень быстро и коротко. Ваш фаворит. На кого ставить? Ну, сейчас у нас лидирует Благовещенко. Я бы все равно хотел эту традицию, чтобы она как-то поменялась. Но, я думаю, будет сложно. Потому что, действительно, Благовещенко в данный момент фаворит. Спасибо. Спасибо, Юрий Владимирович. Увидимся в Команде. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. На 41-й Олимпиаде сельских спортсменов. Я напоминаю, это был Юрий Владимирович Самсоненко, заместитель министра спорта края. До новых встреч.